Картина-портрет. Все, что изображает художник, о человеке. В музеях искусств хранится много портретов. Эти картины помогают увидеть, как выглядели люди разных времен, но и современных людей смотреть очень интересно. Когда художник пишет портрет человека, то старается глубже понять его, выразить особенности его характера. И обрати внимание, задумываясь, вглядываясь в портреты, ты лучше начинаешь понимать людей вокруг тебя, а иногда и себя самого. Серов. Портрет Микки Морозова. Масло. Есть портреты, где образ человека создается с помощью окружающих предметов. Все детали, костюм, позы не случайны. Они тщательно отобраны художником, рассказывают нам об изображенном человеке, о том, какой он, где и как живет, а иногда и чем занимается. Придумай небольшой рассказ про героину картины замечательного русского портретиста Серова. Но иногда на портрете изображено только лицо человека, и тогда можно заглянуть ему в глаза. Нам известно, нам неизвестно, кто этот юноша, живший несколько веков назад, но мы можем понять, какой он, каков его внутренний мир. Теперь попробуй сочинить рассказ о нем и подумай, чем отличаются два твоих рассказа о героях картин. Боттичелли. Портрет юноши. Детские работы. Гуашь, пастель, восковые мелки. Задание. Подумай, чей портрет ты бы хотел нарисовать. Пусть в нем раскроется характер интересного для тебя человека, друга, подруги, учителя, а может быть, мамы, папы, бабушки, дедушки. То, чем каждый из них отличается от других людей, чем близок и дорог тебе и будет главным в портрете. Портреты можно делать на бумаге, гуашью или пастелью. Не забудь, что фон портрета тоже часть картины. Цвет фона надо суметь найти для каждого портрета.